В период с 23 по 30 марта на территории обслуживания ОМВД России по Сергио-Пасадскому району зарегистрировано 40 преступлений и сообщений о них. Составлено 604 административных протокола. Из них 57 за распитие алкогольной продукции в общественных местах, 46 за уклонение от исполнения административного наказания. И 11 за курение в общественных местах. Уважаемые граждане, отдел по вопросам миграции ОМВД России по Сергио-Пасадскому району информирует о том, что в связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, а также минимизации скопления заявителей в залах ожиданиях подразделений ОВМ. ОМВД России по Сергио-Пасадскому району рекомендует вам для получения государственных услуг в сфере миграции воспользоваться предварительной записью на прием через единый портал государственных услуг. Прием граждан будет осуществляться строго по предварительной записи. Просим соблюдать указанные правила. Благодарим за понимание. МВД России разъясняет. В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, Министерство внутренних дел Российской Федерации и подразделение системы МВД России с 27 марта временно приостанавливают личный прием граждан. Заявителям рекомендуется направлять свои обращения письменно на бумажном носителе через операторов почтовой связи в электронной форме посредством сервиса приема обращений граждан и организаций официального интернет-сайта МВД России и официальных интернет-сайтов подразделений системы МВД России. Либо оставлять в почтовом ящике органов внутренних дел Российской Федерации при его наличии. Уважаемые родители, открытое окно – опасность для ребенка. И помните, у вашего маленького ангела нет крыльев. Инспекторы по делам несовершеннолетних у МВД России по Сергиево-Пасадскому району обращаются к родителям, бабушкам и дедушкам с убедительной просьбой ответственно относиться к воспитанию маленьких детей. Также полицейские информируют взрослых о том, что нельзя оставлять малолетних детей без присмотра в помещении даже на короткий промежуток времени, где открыты окна. Ни в коем случае не сажать их на подоконник. Также инспекторы по делам несовершеннолетних настоятельно рекомендуют не ставить возле окон предметы, мебели, которые могут послужить для ребенка ступенькой на подоконник. Полицейские отмечают важность установления фиксаторов и других средств безопасности, не позволяющих ребенку самостоятельно открыть окно. Полицейские рекомендуют во избежание несчастных случаев не ставить ребенка на подоконник, предупреждать даже попытки таких игр и никогда не рассчитывать на москитные сетки, так как они не выдержат веса даже самого маленького ребенка. Инспекторы по делам несовершеннолетних призывают родителей, бабушек и дедушек быть бдительными, не оставлять маленьких детей без присмотра, так как безответственность взрослых и детское любопытство могут привести к страшным и непоправимым последствиям.